всем доброе утро наше утро как и планировалось кто смотрел предыдущий влог понимает что наше утро должно было начаться с приготовления мяса я еще быстренько утром увидела что у меня еще куча грибов думаю нужно их пожарить мы еще сделали на завтрак сушки которые мы делали вчера я здесь зайчик который мы делали вчера так у папы нет другого времени как только утром их попробовать мы решили почему бы нам не начать прекрасное утро со стейками сушами и вкусно нам сегодня не позавтракать да вот пока мы мясо здесь делали все дружно там мангал чистили то все приходим оскар уже с одной нигири лосось стырил и пришел такой знаете типа ну а где еще а мы уже запрятали в холодильник да ты готовь давай закрывай готов ты будешь заниматься полностью молодец давай ты тогда следи а я пойду софии помогу на стол накрыть так обещала вам вчера показать рисунки которые соня рисует сама она их не перерисовывает а сама это все рисует но я больше всего люблю ее вот такие вот рисуночки конечно все люблю только посмотрите на эту милоту а вот это вот розовенькая вообще это ее и вот это ну посмотрите какая красивая очень интересная она сама это все придумает все что нравится сегодня у нее тоже там по плану много рисования поэтому попозже еще покажу что она с этого со всего нарисовала но это пчелочка посмотрите красавище 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 а не пчелочка все мой помощник сдулся пять минут тут посидел сказал мама и иди жарь очень жарко где-то я пойду с папой по делам понятно помощничек действительно улице сегодня конечно очень жарко очень прям поэтому я переворачиваю закрываю и бегу в дом сижу здесь они еще пледом накрыли на пледе вообще жарко и сделаешь кому я посмотрите накрывает умничка какая молодиночка а и у нас приближается уже время ужина я на ужин решила приготовить китайские макароны и хочу снять вам рецепт стану макароны которые нам нужны будут и хочу подробно снять как я их делаю это снимала но я снимала с другу я уже заплетаюсь с другой другого сорта макарон те были яичные а эти рисовые видите они не скажите мне они не не как фунчоза прозрачная беленькие но это но это рис рисовой муки вот еще что нам понадобится куриное мясо прошлый раз и сделала с куриным филе но сейчас у меня вот были только замоченные куриные ножки собираюсь их запекать поэтому я порезала куриные ножки сделаю с них здесь у меня мелко порезанный имбирь и чеснок вот рекомендую вот этот момент не упускать и все таки обязательно его применять лук морковка зеленый лук цветная капуста порезано так пекинская капуста и ростки бобов еще можно конечно же добавить перец болгарский но мне не нравится вот правда вот мне он из всего этого вот я когда емут мне он горчит больше всего и я как бы всегда стараюсь его выбирать думаю смысл тогда его добавлять и съем и выбирать так и соусов нам нужно будет соевый соус кунжутное масло кисло-сладкий соус ну кунжутное масло можно как бы проигнорировать использовать подсолнечное я например использую 50 на 50 я немножко того немножко того так мне вкуснее он ну конечно он тоже дает свой вкус если есть где найти только лучше конечно его здесь я поставила воду на макароны сейчас она уже закипит а я параллельно буду обжаривать овощи курицу и все что нам нужно будет добавляю подсолнечное масло и столько же добавлю кунжутного я сказала столько же ну не столько же чуть-чуть поменьше добавлю кунжутного сейчас она разогреется что еще очень важно готовить боги потому что до этого когда я готовила в обычной сковородке получалось вкусно но общение вот боги это очень просто удобно они очень хорошо а здесь очень хорошо обжаривается ничего не тушится все вот получается такое как должно быть вы сразу же какой аромат от кунжутного масла пошел так все обжариваем курочку и она уже будет готова огонь я делаю максимально очень быстро обжарилась чтобы это было не тушеная а хорошо жареная курица у меня запах напомнил сейчас я кидаю макароны варить водичка мою хрела и буквально чуть-чуть подсолила не очень сильно так как мы будем добавлять добавлять но и обязательно посолите вот не заменяйте полный соевый соус солью потому что это вот совсем не то обязательно немножко посолить курицу все и пока вот оно не испарится оно готовится это буквально очень быстро буквально две минутки тут курочка уже буквально у меня вообще минута прошла и она уже стала красивая румяная я выкладываю курицу в тарелку масло стараюсь оставить в сковородке чтобы на этом же масле пожарить овощи уже теперь на этой же сковородке видите как все дымится парит очень быстро мы обжариваем лук и морковку очень быстро огонь не сделайте если вы конечно видите что у вас прям горит оно тогда да немножко уменьшится но оно должно быть такое прям не тушеное а жареное добавляем сюда добавляем капусту кстати раньше не готовилась петли с капустой а я не помню где я попробовала наверно в каком-то заведении я ела макароны эти и вот там была капуста это так вкусно прям я тут не ожидала и всем всем домашним очень понравилось капуста у меня прям здесь все пурлит шипит кипит там такой фар на всю квартиру идет но так должно быть так должно быть все очень-очень быстро я все-таки уменьшу чуть-чуть огонь потому что у меня начинает уже больше гореть чем жарится не хочется чтобы где-то какие-то горелые кусочки их попадали думаю макароны уже тоже скоро будут готовы варите их по инструкции я честно говорю на глаз я все делаю на глаз он тогда вообще не читает фикс я делаю на глаз я своему глазу доверяю а вот чуть-чуть добавлю масла это прям туховато боже какой аромат сейчас покажу в каком состоянии уже овощи овощи видите такие не каша и они такие подрумянинные периодически у меня просто очень сильно виниться сковородка она не дырит она парит как-то я не знаю поэтому очень плохо все видно но это уже практически конечное сейчас мы добавляем чеснок и имбирь аромат просто меняется запах и пекинскую капусту да и сразу же ростки посоли потому что мы уже почти в конце все это тоже хорошенько перемешиваем оно сейчас уменьшится это пекинская капуста сейчас просто в секунду станет вялой так теперь в эту красоту мы добавляем курицу и соевый соус так ребятки я из тех кто макароны промывает после варки поэтому я промыла и добавляю к овощам все хорошенечко перемешиваем давайте уже наверное сразу же соус добавим еще соевый соус и кисло-сладкий соус не так давно я попробовала его добавлять просто очень-очень вкусно я еще добавляла терияки но мне было слишком сладко а вот сочетание вот этих вот двух соусов прям очень очень вкусно получается все хорошенько перемешиваем аккуратно вот видите почему я говорю боги в обычной сковородке вот это вот все просто не переколопутся это как каша получается оно в итоге просто все слипается а здесь достаточно много места и это все хорошо перемешивается все получается однородное и очень-очень вкусное поверьте это так вкусно вот главное не игнорируйте имбирь чеснок ароматы просто вот кунжутное масло вот этот вот аромат дает безумный вот этот имбирь чеснок да все все здесь каждый ингредиент здесь конечно не лишний так все я уже выключила плиту добавляю зеленый лук все можно кушать еще вы знаете чтобы я рекомендовала сюда вот жалко я вчера совсем не подумала купить это в китайском магазине кунжутные семечки вот сверху присыпать будет тоже просто вот очень-очень классно смотрите очень просто очень быстро я наверное минут 20 в общем простояла на кухле это с тем учетом что я еще снимала и все остальное ну прям красота поверьте очень вкусно оно такое слегка пикантное я кстати даже не знаю чего я по-моему перца не так много добавляла ну чеснок имбирь вот наверное из-за этого оно такое пикантное получилось ну прям классно мы такое любим ну совсем-совсем чуть-чуть Соня даже не почувствует с учетом того что у меня Соня ест безумно острую еду то для нее это вообще будет как обычно доброе утро мы едем за ней на речку погулять позавтракать немножко насладиться а потом отвезем детей в Монреаль к друзьям на ночевку господи как отвозили заехали в китайский взяли вот такую вот орхидею слушайте безумно смешная цена была 10 долларов там 999 на красивую свежую орхидею это прям очень дешево очень например в других магазинах это там 30-40 долларов вот и взяла такой видите он какой-то не необычная немножко орхидейка не такая как все вот всегда она здесь такая по-другому раскрыта в общем первый раз такой листочек взяла ой цветочек сейчас подумаю куда ее поставить придумаю ей место наверное у нас в комнате поставлю пусть тоже радует заехали в китайский лера у нас последнее время берет себе покеболы ну заведение и вот она вчера принесла я у нее попробовала прям вот безумно вкусно в принципе все то что ложу я но вкус немножко другой вот прям и очень-очень вкусно ну что мы сделали мы естественно заехали в этот ой магазин в это заведение выпросили у них рецепт чтобы они нам рассказали как они делают этот соус и попросили сделать с собой на три порции ну тут даже может быть больше я не знаю ну в общем там ничего такого сверхестественно майонез, соевый соус, трияки и кунжут очень прям вкусный прям вообще классный такой соус получается и вот с ним прям бол куда вкуснее еще я взяла вот такую вот специю тоже она для болов здесь мелкие нори сушеные ну такой перемолотый и кунжут черный и белый все в принципе здесь никаких не специй ничего нету так как они тоже этот свой бол посыпают вот такой специй тоже прям очень-очень классно получается все поэтому вот ну я хотя даже не знаю хочу я не хочу бол делать его не делать ну я просто сварю рис а там будет желание будет желание сделаю не будет не будет не сделаю все равно Лера придет вечером с подружкой они точно захотят наверное поедет здесь у меня все на суп здесь варится суп а здесь почеревочек такой классный вот этот раз мне он понравился прошлый раз мне прям вот не хватало сала блин вы посмотрите заболталась ой хозяйка все спалила весь лук вот это вот я часто так люблю заболтаться и что-то забыть поэтому я стараюсь не болтать когда что-то делаю не будет как-то не будет боль я